У тебя никогда не было истории с харассмином? Нет. Я никого не приставала на работе, и ко мне тоже. У меня был случай, когда я не писала об этом в социальных сетях, я не боюсь об этом сказать, когда меня пытались изнасиловать. Это произошло как раз в Лобню, когда я возвращалась домой. Человек шел за мной от электрички и проводил меня до дома. Я не видела его. Я просто потом вспоминая, помню, что я выходила, и он был рядом около электрички. И потом я уже столкнулась с ним в лифте. Мне удалось себя защитить. Психологически. Я не смогла дать отпор. Что ты ему сказала? Неважно, я соврала. Неважно, что конкретно ему сказала, я смогла сделать так, что человек испугался ко мне лезть. Ты сказала, что ты больна чем-то, что ли? Неважно. Это важно, это очень интересно. Ну, в смысле, это замечательный совет. Ну, я бы не хотела об этом говорить, но я думаю, что просто я вот как в стрессовых ситуациях. Я в них собираюсь и приобретаю какую-то силу. И некоторые люди теряются в стрессовых ситуациях. У них все летит из рук, а у меня наоборот, в стрессовых ситуациях, у меня наоборот все сжимается, и я могу быть немного другой, в другом состоянии. И для меня это было, конечно, когда я вышла из этого лифта, я, конечно, очень тяжело дышала, и у меня было такое вот прям вот очень такое ужасное состояние. У меня приходило себя после этого, мне было тяжело психологически, потому что я понимала, что вот на волосок была от того, что это могло случиться. И я понимаю, что, конечно, и есть в обществе эта проблема. Как я говорю, что, конечно, государство должно, власти должны реагировать на это. Сейчас же как наши власти реагируют? Минюз говорит, что проблема домашнего насилия сильно преувеличена. То есть вот единственный их ответ. То, что эта проблема действительно есть, мне нужно что-то делать. Когда я была беременна, я помню, я столкнулась, осталась задуматься о том, что у нас очень много... И вообще об этом мы с мужем думали, и действительно у нас были серьезные разговоры по поводу возможного усыновления детей, потому что нам действительно жалко тех детей, которые находятся в детских домах. Это ужасные условия, в которые дети не должны пребывать. И я думала, что очень много людей отказываются, женщин, от детей. Им могли бы не отказываться, если просто в какой-то момент им подставлял бы кто-то руку помощи давал или кому-нибудь плечо. Потому что у меня были люди, на которые я могла опереться. Какой-то тяжелый период, эмоциональный, гормональный, когда я была беременна. У меня был муж, у меня была семья, родители были, знакомые, друзья. А есть женщины, у которых нет, которые расстаются со своим парнем во время беременности или еще что-то. А почему ничем не закончилась эта история с усыновлением? Вы говорили, это уже после рождения ребенка? Да, пока не закончилась. Мы думаем об этом. Привет. Не боишься двери открывать, кому попало? Нет, не боюсь, потому что у нас есть камера. Мы всегда видим, кто там приходит. Нам обычно, кстати, не звонят. Нам обычно люди, которые вот к нам приходят. Вламываются. Нежданно, да, они вламываются. И даже вот видно после последнего обыска. Мы дверь восстановили, у нас она очень долгое время была просто такая вот раскрученная. И этих обысков я даже не посчитаю, сколько было на моей памяти. У нас действительно только вот за последние полгода. Мы, наверное, Навальный Лайф, вот эта студия, реально самая обыскиваемая организация в России. Потому что у нас было 4 обыска. 4 обыска за последние полгода. Так, вот здесь... Здесь у нас режиссерская, да. Обычно у нас здесь все очищается. Лиза, обычно... Заходи, сходи, не бойся. Не бойся. Лиза, не бойся. Заходи, заходи. Лиза, не бойся. Обычно у нас здесь все ужасно... Там просто вот подчисту вычищается во время обыска. У меня здесь лежала мятная такая колоночка маленькая, в которой я слушала музыку там в свободное время. Ее забрали, какие-то AirPods, сотрудников забрали. Все, естественно, экраны забирают. Казалось бы, как экран может помочь в каким-то там, не знаю, в экспертизе по уголовному делу? То есть я понимаю, что еще жесткий диск и флешка, они там могут найти какую-то информацию теоретически, постараться ее найти. Но экран, да. Понятно, что они приходят для того, чтобы просто у нас изъять все подчистую. И ни разу ничего не возвращали? Когда-то что-то возвращали. То есть, по-моему, Навальному недавно вернули какой-то iPhone 12 года. То есть какой-то там первый, второй или там какой-то вот какой-то очень давний. В 17-м году у меня украли ноутбук, просто на обыске, который они процессуально даже не оформили как обыск. Вот сейчас сотрудника на месте нет. Он сейчас, мне кажется, просто бы вот начал бы кричать в камеру, потому что его крылышки KFC украли, съели. У него украли вейп. То есть он остался, стали вейп украть. Ну, то есть крылышки KFC и вейп вряд ли нужны для расследования уголовного дела. Ну, как же это данный ДНК? Это просто приходят грабители, которые вот, они считают, что они хозяева. Они могут прийти и забрать все, что угодно. Можешь мне описать свой дом детства? Как он выглядел? Во-первых, это был город Лобня. Да, это было Подмосковье. Я прожила в городе Лобня года два. Это была моя первая квартира в Москве. Это не Московье. За МКАДом. Вот, поэтому я прекрасно знаю этот город. Вот опиши мне свою Лобню, потому что я... Ну, ты, наверное, жила не в Лобне 90-х. Да. Да, ты была уже в Лобне, которая сейчас уже более-менее благоустроенный город, Подмосковье. Город, который ежедневно утром полностью с закруженными электричками едет в Москву, там работает, потом возвращается, потому что сейчас в Лобне работать негде. Да. Когда я еще была маленькой, я помню, у нас был ткацкий какой-то завод, у нас был завод по изготовлению двигателей для стиральных машинок, там работала моя тетя, пока он там не обанкротился, не закрылся. У нас был кропичный завод, даже керамзавод до сих пор есть название одного микрорайона. И было много производств, было рабочие места для людей.